друзья всем привет сегодня по просьбе моей подписчицы готовлю нудли это украинское блюдо как я поняла готовить его раньше ни разу не готовила даже не знал что такое существует но я нашла в интернете информацию о нем как она делается как что замешивается тесто как раз вот на эти нудли до нудли это такие получается из теста завернутые рулетики и нарезанные на небольшие высотой сантиметра 2 примерно вот замешиваться будут они на кефире ну а давайте теперь все по порядку значит свинина филе свинины взяла 600 граммов картошки можно вот 500 граммов свинины и килограмм картошки у меня 600 граммов свинины ну кусочек уже было и не стала и оставлять 100 граммов и значит картошки у меня кило двести две луковицы небольших две моркови вот нарезала вот на такими кругляшками тут даже три маленьких но возьмите в общем по 100 граммов 100 грамм моркови и 100 граммов лука это у нас пойдет на тушение вот это вот картошка с мясом будет у нас обжариваться и тушиться а для теста понадобится кефир 150 граммов мука 200 граммов небольшой пучок укропчика чесночное масло тут у меня конечно стоит в баночке помните с вами делали вот она как раз мне сегодня пригодится две ложки чесночного масла я сразу отсюда зачерпну и смажу потом эту лепешку и уже будем заворачивать в кефир еще пойдет сода соль сахар но это уже потом когда будем замешивать а пока а пока у меня нагревается масло в казане вы можете взять такую толстостенную какую-то кастрюлю утятницу или что-то такое в общем потому что мясо нужно хорошо обжарить вот масло уже нагрелась у меня теперь опускаем мясо такой так чуть-чуть там водичка но уже надо было слить вроде обсушила хорошо мясо все обжариваем пока обжаривается мясо заметим тесто 150 миллилитров значит кефира и сразу добавляем сюда половину чайной ложки соды так сода размешиваем кефиром чтобы это все закосилось теперь добавляем одну четвертую часть чайной ложки соли только за сахара даже половинку я насыпала все размешиваем теперь всыпаем муку и замешиваем тесто немножко муки еще понадобится на подпыл когда будем раскатывать тесто так ложкой помешали теперь хорошо вымешиваем руками тесто получается нежное такое не густое нормально в общем хорошо хорошо вымешиваем и оставляем его отдохнуть немножко на потом будем раскатывать вот такое оно получается слегка липковатая но это не страшно раскатывать будем мы подпылим стол мукой так вот теперь его укладываю в эту из-под муки и пусть немножко лежит после того как мясо немножко обжарилась зарумянилось всыпаем лук и обжариваем минус 10 луком лук нарезан вот так крупненько все перемешиваем и обжариваем еще теперь добавляем морковь и еще обжариваем десну морковь обжарилась теперь всыпаем картошку и хорошо это дело прогреваем теперь поперчила добавляю столовую ложку без бугорка можно так считать соли и вливаю ой и вливаю кипяток вот пока мы всем этим занимались включите чайник чтобы у вас был кипяток не холодную воду и добавляет а горячий нужен но и заливаем только чтобы картошка чуть-чуть вот вода начала показываться только вот так все теперь я все это перемешаю аккуратно и накрою крышкой пусть все это стоит и тушится 30 минут а мы в это время займемся тестом вот так то что скажете посолила в середине готовки да но просто потом уже когда будут эти нудли сверху это уже не помешать мне посолить в общем-то это уже будет неудобно вот и еще такой момент но я с этим наверное не соглашусь и немножко отступлю от правил там значит вот на этом этапе добавляется лавровый лист я буквально его добавлю на 5 минут вот чуть-чуть только с ним вскипнет и я его потом уберу потому что долго варить с ним я не люблю запах уже потом вкус вот такого блюда когда лаврушка переварена долго вот так ну все накрываю и тушим полчаса так теперь стол подпыляем мукой и раскатываем тесто в тоненький тоненький пласт большой чтоб получился и очень тонкий раскатала вот такой большую лепешку теперь берем две ложки растительного масла с чесноком если у вас нет такого масла а у вас наверное не такого потому что не все его делают да просто вот у меня вот оно оказалось вы значит берите две ложки масла или например ну два зубчика чеснока вот и хорошо эту лепешку смазываем смазываем руками хорошо распределяем можно ложкой можно рукой просто вот так вот потому что сейчас будем все заворачивать рученьками а как можно еще лучше смазать если не рученьками своими да вот так самое хорошее дело теперь берем укропчик мелко нарезанный и вот так посыпаем девочки кто из украины поправьте меня если вдруг я что-то сделала не так я же говорю я это дело делаю вернее впервые посмотрела два видео кто-то картошку с мясом перемешивает в процессе вот перед тем как эти ну для уложить кто-то нет просто на картошку укладывают их как бы мясо внизу картошка сверху и уже потом укладывают вот этим а теперь начинаем сворачивать рулетик такой так меня наверно вам еще ничего шеньки там не видно но скоро я появлюсь вот она уже и я так сворачиваем вот такой вот длинненькую довольно таки колбаску рулетик как хотите назовите и нужен остренький нож чтобы разрезы были ровными красивыми незамятыми вот чтобы этот рисунок с зеленью был виден так уложил на доску и вот так примерно сантиметра два вот такие вот нарезаем их вот такие видите на разрезе получается вот такие улиточки закрученные весь этот рулетик нарезаем вот на такие штучки вкусно пахнут и зеленью чесночком конечно это вкусно согласна вообще будет вкусно ясно понятно вот так получилось у меня 14 так теперь ждем прошедшие половины часа чтобы картошка хорошо протушилась все-таки уже и будем их укладывать на поверхность картошки прошло полчаса все тут бурлит кипит и теперь мы берем эти модели и укладываем вот так на поверхность вариться они будут на пару вот в этом весь фокус вот так вот все вот так получается но теперь накрываем и тушим это варим до готовности это примерно минут 20 все готово открываем и видим что наши нудлы вот такие стали пухляши все еще кипит шипит шипит там но теперь нужно попробовать это все ну примерно вот так это выглядит я так понимаю что это как такие чесночные хлебцы да наподобие как их называют забыла сейчас секунду как помпушки с чесноком только те выпекаются эти паровые так что хочу сказать картошка мягкая естественно столько варилась мяско сейчас попробуем свой мясо вообще вот вилочка легко отделилась я брала корейку она сама по себе нежная вкусно если любую приправку свою любимую можно насыпать я думаю не повредит ну а это уже как хлебушек так в прикуску интересно на вкус каково это первый раз им вкус есть чесночка очень нежные они на вкус получаются ну на кефире тесто оно же само по себе нежненькое получается слои смотрите все так разделяется вкусно вот это как раз вместо хлебушка с этим блюдом замечательно вкусно спасибо за ваш совет кто кто мне подсказал имя не запомнила извините сегодня уже смотреть мне было просто некогда ну вот она написала что это вкус моего детства вот для кого-то вкус детства для кого-то для кого-то новый вкус который человек который ни разу не пробовал и благодаря вам попробовал это блюдо ну вот это все это бы я сказала как наше жаркое по-домашнему картошка морковь лучок мясо томата не хватает а так это как жаркое по-домашнему ну вот эти вот нудли интересно выглядят красиво и вкусные как дополнение к этому блюду вообще замечательно вкусно отличное блюдо понравилось мне все готовьте пробуйте интересно да очень интересно оказывается познавать мир даже в кулинарии все на этом с вами была наталья всего вам самого наилучшего желаю всем пока а